Сельский глава и нотариус в одном лице. Европротокол онлайн, обязательно регистрация дронов, а также новое правило продажи билетов на культурные и развлекательные мероприятия. Эти и другие изменения вступают в силу в России в сентябре текущего года. Далее подробности. С 1 сентября право совершать отдельные нотариальные действия смогут все главы органов местного самоуправления, как городских, так и муниципальных округов. Но только там, где нет нотариуса. Речь идет о таких нотариальных действиях, как удостоверение завещания или, к примеру, доверенности. Закон позволит максимально приблизить нотариальные услуги к населению. И нотариусов будущие изменения работы не лишат, так как есть такие документы, которые могут заверить только нотариусы. Например, касающиеся наследственных дел. Европротокол онлайн с 1 сентября вступает в силу поправка в закон об ОСАГО, который дает возможность участникам ДТП оформить извещение об аварии без участия сотрудников полиции в электронном виде с использованием портала Госуслуг. Для этого у участников аварии должна быть электронная подпись, а также установленная на смартфоне приложение помощника ОСАГО или ДТП Европротокол. При этом необходимо соблюсти ряд других условий. В ДТП участвовали только два автомобиля. Нет пострадавших и не причинен вред другому имуществу, кроме машин участников. Оба водителя должны быть застрахованы по ОСАГО. Лимит выплаты по Европротоколу составляет 100 тысяч рублей. С конца сентября владельцы беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов должны будут ставить их на учет в Росавиации. Для этого необходимо отправить в агентство заявление по почте или через портал Госуслуг с приложением фотографии дрона. Это нужно сделать в течение 10 рабочих дней со дня его приобретения. Пермские эксперты высказывают мнение, что фактически речь идет о запрете полетов авиамоделей и коптеров вне зависимости от их массы и наличия регистрационного номера. А сам закон не будет работать в полной мере. Как минимум, осуществлять контроль за такими полетами будет непросто. Процедура полетов беспилотных воздушных судов является фактически невыполнимой для авиамоделистов и многочисленных владельцев мультикоптеров. Можно привести понятную всем аналогию, как если бы законодатели потребовали провести госрегистрацию всех велосипедов и самокатов и запретили бы езду даже на зарегистрированных велотранспортных средствах за пределами велодорожек, которых нет почти нигде под угрозой штрафа в десятки тысяч рублей. В начале осени также вступают в силу новые правила продажи билетов в театры, музеи, на концерты и другие культурные и развлекательные мероприятия. Закон был разработан для борьбы с перекупщиками так называемой билетной мафии. Среди основных новшеств запрет на продажу билетов выше указанной на нем цены. Продавать билеты смогут только сами организаторы или посредники и только на основании договора. Также теперь при возврате билета за 10 дней до представления покупатели вернут полную стоимость. За 5 дней половину, за 3 дня можно будет получить лишь треть уплаченных средств. Андрей Григорьев, Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.